друзья привет сегодня продал лукойл на активном портфеле и мтс на торговом портфеле как видите практически каждый день получаю прибыль фондового рынка я не жадничаю я лучше вот сегодня допустим взял газпром да почему вот недавно же его продал 31 августа ну естественно дороже я не жадничаю я лучше десять раз по пять процентов сделаю чем один раз буду ждать 30 процентов понимаете как курочка по зерночку потихонечку 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 помаленечку я каждый практически фиксирую прибыль сегодня 4 прилипло там вчера там или под вчера там 13000 когда там когда рынок падает валится вот там когда был обвал рынка кто-то охотал ой 300 рублей зафиксировал но 300 рублей плюсом и не минусом понимаете в на обвале рынка на историческом обвале были до небольшие фиксы да там по 300 по 500 и даже по 200 рублей было и чё на росте рынка по 10 по 15 тысяч 5 720 за день плохо что бывает ничего ну и чё я бы не тороплюсь никуда фиксирую все потихонечку фиксирую понятно что на вале маленькая фикса получается на но но получается очень дело на росте большая вообще конечно много сейчас в портфелях на торгом вообще там 70 процентов кэша на активно там около 30 вопрос почему коррекция на все равно назревает он спрашивает когда назревает да никто не знает когда это все вилами по воде есть просто по определенным факторам в мировой экономике в геополитике есть ну и по соотношению динамики акций есть причина по которой я так много кэша держу потому что вот эти горки которые туда-сюда это не то что сейчас они зарядили они вверх пойдут сейчас они так и будут какая-то как очередная комбудт конфронтация вниз потом очередная перемирие вверх так и будет гонять и по ним поймите вот смысл да ну допустим рынок здесь вот так вот туда-сюда 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 и вот ты держишь да а по сути дела ты вокруг нуля ходишь до после рецессии по я но будет идти вот так вот сейчас идет рецессия память сейчас идет рецессии мировой экономики воодушевление сменяется спадом на этом как бы надо зарабатывать я зарабатываю вода у меня есть долгосрочный портфель но извините меня у меня если сложить все портфели это получится на несколько миллионов да и я могу себе это позволить когда портфель маленький чё там нужно делать деньги нужно не то что я не говорю про трейдинг вот у меня торговый портфель трейдер трейдинг это все таки профессиональный уровень потому что 99 на целых девять десятых трейдеров это нифига не трейдеры ерунда ерундистикой занимаются трейдинг все равно он основан на профессиональных расчетах на и на знание экономики на знание компании они там какие-то черточки по начертил все придумал как кинофиг черточки я вам говорю какие бы вы черточки не чертили все зависит от политики экономика потом зависит политики компания динамика акции зависит денежный поток денежные потоки зависит от ситуации внутри компании ситуация внутри компании зависит от ситуации вот ситуация отрасли зависит ситуация в Ситуация в экономике зависит от политики, понимаете? А не от черточек вот этих вот. Ладно, отвечаю на вопросы. Антон, что думаешь про СПБиржу? Хорошая бумага, какие у нее перспективы на долгосрок? Ну, смотря что сейчас долгосроком. После рецессии, возможно, хорошая бумага. Во время рецессии, кому она нафиг нужна? СПБиржа, она на чем зарабатывает? На иностранных акциях, на каких? Там в основном Америка и Европа. Если бы у него было больше Азии, то, конечно, интересно. СПБиржа у меня... Ну, кстати, она не в таком далеком эшелоне. Она у меня во втором эшелоне. То есть в допах у меня есть основа. Есть допы, есть кандидаты в допы, есть мусор. СПБиржа не мусор. СПБиржа, ну, как бы доп. То есть на спекуляции можно иногда взять. Долгосрок я пока бы не стал брать. Ну, вот то, что, типа, падает рынок в Америке, это нифига он не падает. Это еще держится на, не знаю, на каких-то там... На уверенности в том, что Америка все время растет. Конечно, Америка все время растет с июля 1944 года, когда была принята британвузская финансовая система, где Америка получила просто козыри, да, и стала... Ну, получила преимущество над всеми остальными странами, когда она отпечатает доллары, а за доллары все все покупает. Потом еще в 76-м году на Ямайской конференции вообще-то от золотого стандарта отвязали и все. И Америка в России просто начала делать, что хочет. Конечно, она все время росла, имея такие козыри. Но сейчас все, система кончилась, понимаете. Это уже другой мир. Мы живем в другом мире. И если у вас просто вы видите по статистике, что СП-500 растет все время, да, там, на долгом периоде, но за сколько у вас статистика? За 50 лет, пока существовала британвузская финансовая система? Ну, она и все, она уже не работает, рушится, понимаете. Что они потом придумают после рецессии? А после рецессии это и года три еще. Вот так вот три года и будет рынок, то есть, что скакает. На этом надо зарабатывать. Поэтому СП-Б биржа на долгосрок, когда? После рецессии, возможно. Сейчас на спекуляции. Так. Ну, в общем, вопрос в чем? Про лимит цен на газ. Ну, тут просто много вопросов на одну ту же тему. Про лимит цен на газ, про ограничение цен на трубопроводный газ, про СПГ, про то, что Европа где-то собирается брать СПГ, да? Фуфлышенчество это все, друзья мои. Это делают заявления о политике, которые не разбираются, ну, либо не разбираются в энергетической мировой системе, в геоэнергетике, так сказать, да? И в экономических вот этих цепочках. Либо просто делают вид, что не разбираются. Ну, ничего, что они какие-то заявления делают. Ну, бредятельно полнейшее. Вот мы заполняем, говорят, газом нероссийским. Каким нероссийским? Это как мы белорусские креветки покупали. Наши танкеры уходят в море, а потом из этих танкеров переливают, ну, там, энергоресурсы, да, перегружают. Она уже типа нероссийская. Вот такая у них нероссийская СПГ. Вообще, посмотрите, вы просто посмотрите на загрузку. Есть определенные параметры. Есть заявления политиков, просто бло-бло-бло-бло-бло-бло-бло. А есть загрузка производственных мощностей, там, допустим, на Ватек. Оно практически на полную мощность работает. Вот это надо смотреть. Реально факты, а не то, что там кто-то что-то сказал. Конкретно Газпром и Новатек. Ну, Газпрому я там на данный момент отдаю там около, там, 4,5% в портфель. Новатек это там чуть-чуть побольше. Вот, все-таки геополитические риски надо иметь в виду. Но я вам скажу, что рынок СПГ, это не так просто взять и заменить российский. Вот эта вся лабуда про лимит цен, потому что, ну, сейчас будет длинное очень видео, если я начну про это рассказывать. Я, наверное, на это отдельно расскажу. Это нифига... Лимит цен на нефть это причина, по которой они сократят покупку энергоресурсов, но не из-за того, что они хотят бороться с Россией. Потому что у них денег нет. Потому что поставлена задача разрушить экономику Евросоюза. Почему? Потому что до этого, в прошлые, в 90-е годы, в прошлый, да, там, коллапс такой мировой экономики, США вышла за счет разграбления СССР. Сейчас она выйдет за счет разграбления Европы. Задача разрушить экономику Европы, разрушить Евросоюз, и когда там уже начнутся вот это вот коллапс, тогда будет ее легко разграбить в пользу Соединенных Штатов. Поэтому сейчас все, то, что вот это все происходит, это ведется к разрушению экономики Евросоюза. Руками, так сказать, поставленных лиц в правительстве Европы, которые выполняют указы Вашингтона. Ну и об этом, сейчас в политику ударимся, об этом можно долго говорить. Ну я просто говорю, что, поймите, вот я выбираю точку входа, да, вот, точка входа. Но я нить мотаю от политики. Сначала геополитика и макроэкономика, потом состояние отрасли, потом состояние компании, денежные потоки, там, активы, загрузка мощностей и все. Потом уже только графики, а потом корреляционные инструменты, потом уже только графики, а не просто графики. Графики это вообще последнее, что я смотрю. Я смотрю, конечно, графики, но до этого мотаю цепочку от макроэкономики и геополитики. Такие дела. Задавайте вопросы, получайте ответы.